приветствую смесь финансов украины заявил что всех всех вас проверят ваши доходы с 1995 испугались что уже поджилки трясутся ох как испугались вообще-то не так сказал он сказал что они хотят создать вы должны они хотят там есть налоговые подразделения по проверке ну как бы больших покупок мы какая ситуация то что он сказал ну как бы сказать он еще раз повторил переповторил назвал ну пугает короче у нас к сожалению никак не получается налоговой амнистии и надо надо что-то делать на сегодняшний момент еще раз вам напоминаю есть финмониторинг работает давно и вот вообще-то у меня есть финансовый должен был сказать финмониторинг сказал налоговым налогом этим не занимается если вы совершаете покупку сумма которой превышается 400 тысяч гривен за раз например покупка квартиры стоит миллион гривен то под финмонитор попадает но машина может машина стоит миллион гривен то может может тоже попадать или 500 500 тысяч тоже попадает да на сегодняшний момент вы попали финмониторинг это не значит что обязательно вас проверяют база довольно большая но действительно может так случиться что с финмониторинга отправить письмо налогу запрос что мы хотели по уточнить повод лично по вам а что ж это вы так потратились тогда вам придет письмо где попросят вас предоставить то есть вероятность довольно маленькая сразу не бывает случай бывает случай сейчас немножко объясню вот смотрите какой нюанс вы попали финмониторинг они просто но недоступ к базе имеют же они взяли посмотрели в базе недвижимость и видят что нифига себе так у вас же вы купили не одну квартиру аж тут 10 20 не увидит видит это вот вы купили вот это да это сразу вызывает так вот это надо надо поинтересовать ну а потом еще самое смешное когда они пробивают по базе видят что вы безработный ну то есть у вас нету пенсионного фонда идти вы работаете это тоже несложно но вы знаете что если официально вы работаете вы избавить пенсионного фонда и там четко написано ваше место работы и ну сколько зарплат она пробили вас нет как безработный да 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 действительно по-честному человек безработный где не работает скупает квартиры интересно 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 нету действительно если вы работаете даже частный предприниматель тогда что это мало интересно абсолютно давайте возьмем много толку по этой причине кто заниматься этим не будет что касается типом будем проверять с 1995 года он так сказал мисс финансов но это он имел ввиду что с формальной точки зрения вы имеете право вот пример вы купили действительно фильм мониторинг вам задает вопрос где взяли деньги ну как я же работал то есть вы имеете право взять справку с налоговой ваш доход с 1995 года ну а почему ну и тогда работать тогда тогда ну да если вы работали в базе ну вот чтобы правильно понять с 1995 года налоговая действительно базу это вела и в принципе действительно можно можно в этой базе если вы работали платили налоги взять справочку но здесь конечно тоже есть маленький нюанс а как считать ну понимаете если в гривне считать то чепуха получится ну что в 95 году 100 гривен и сейчас две большие разницы хотя курс да вот здесь конечно просто такой ну радиалт работал 95 получал 500 гривен о нет 95 девяносто седьмом 500 гривен и покупал доллары курс тогда был 1.7 это же не то что сейчас 27 до 500 гривен тогда 500 гривен сейчас то хоть две большие разницы так что тут тоже такой немалочной ситуации но с формальной точки зрения да имеют право но должен вам сразу сказать смотрите у нас мы действительно сейчас трансформируемся как в европе европе есть такая проблема и сейчас у вас будет что когда вы покупаете какую-то другую вещь ну при всем недвижимость машины бриллианты то вряд ли вам нужно задекларировать то есть объяснить происхождение денег самый простой метод который используют европе и в нас тоже даже понимать как ситуация вы будете покупать приходите до риэлтора а он сразу он говорит ребята вот так 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 делаем то есть не надо усложнять задачу использовать так званый псевдокредит да чаще все это не банк используется даже или или небольшие банки используют это все несложно и ситуация следующая быть как бы берете кредит за этот кредит покупаете квартиру ту же соответственно как бы переуступка идет закрываете кредит все все разошлось причем это действительно будет все делаться в течение одного дня ну да больше немножко возне будет нотариусу риэлтору подписи больше поставить а с технологической точки зрения ничего сложного и потом да если даже к вам так что учимся жить по европейским что называется правильно покупать и правильно делать выводы ну смотрите можете задекларировать действительно доходы заплатить пять процентов как говорится и вам будет ну будет подтверждение если вам это надо можете действительно посмотреть сколько вы заработали с 95 года сейчас можно онлайн зарегистрироваться посмотреть ну вот в налоговой посмотрите да да так что такую справочку может быть вообще ничего не делал но если зайки вас план но то что действительно сейчас немножко меняется вот эти подходы что больше проверяющих больше вас пугает больше все под жесткий контроль да 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 это будет а что же мы же европой или куда ну соответственно так дальше таки от нюансы благодарю за внимание пока